Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Христос воскресе! Номер 175. События дня. Экклесиас 3.1. Всему свое время. 3 июня 2016 года. 4.1. Всему свое время и время всякой вещи под небом. 5.1. Время рождаться и время умирать. 6.2. Время насаждать и время вырывать посаженное. 7.2. Время убивать и время вращивать. 8.3. Время разрушать и время строить. 9.3. Время плакать и время смеяться. 10.4. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни Время обнимать и время уклоняться от объятий Время искать и время терять Время сберегать и время бросать Время раздирать и время сшивать Время молчать и время говорить Время любить и время ненавидеть Время войне и время миру Что пользы работающему от того, над чем он трудится Вот о времени Когда повторяют, часто считают Совершенно не останавливаются Что означает время? От кого это зависит? От нас? Это вот как Мастер Маргарита У Болгакова, там Валант говорит Хотя бы на малое время человек должен Иметь планы, рассчитывать Хотя бы на тысячу лет Как он удивляет Сразу там берлиозы все эти Он понимал о чем говорит Время это Назначает Бог Всякой вещи под небом И человеку, и событиям Мировым и политическим Если Кого Господь трогает Духом Святым, он прислушается к этим словам И не будет настаивать На том-то и том-то Я хочу, чтобы сейчас было вот так А оно так не будет, у Бога уже назначено А мы уберем сейчас Такого-то царя и президента Выйдем на площадь там На болотную Ну и сменим Ну мало того, арестуем его В подвал заведем И вместе с детишками расстреляем И будет хорошая жизнь Не будет Потому что то, что делаешь Уже запечатано в письме Засургучено от Бога Это проекция событий Которые должны быть План Божий план Вторая Паралипоменон 33 И в тесноте своей Он стал умолять Лицо Господа Бога Своего и глубоко Смирился перед Богом Отцов своих Вот чего не хватает Да и всегда Матфея 16 3 Поутру Вы говорите Сегодня ненастья Потому что небо Багрова Лицемеры Разрещать лицо Небо Вы умеете А знамение времен Не можете Вот у людей Когда обидится Мужчина Козел Козел Это что-то обидное Козел А почему обидное Не по запаху Только что Но нужен козел А другой Бестолковый Баран Бестолковый Ну а там Назови Большого президента Или там Царя Или патриарха Козел ты Залез тут Только портишь Все Обидится Ну вот такое Событие Было однажды В мире Один царь Владевший Двумя царствами Медийским И персидским Назван был Бараном Овном А другой Царь Козел Вот сейчас Мы это посмотрим Как Он обиделся Или не обиделся На это Названия Тоже в себе Таят Смысл Таинственный Который В дальнейшем Проявится Даниила 8.5 Я внимательно Смотрел на это И вот Запада Шел Козел По лицу Всей земли Не касаясь Земли У этого козла Был видный Рог Между его Глазами Он пошел На того Овна Имеющего Рога Которого Я видел Стоящим У реки И бросился На него В сильной Ярости Своей Я видел Большой Большой Рог Козел 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 Ельцин Ну давайте Мания Козел Надо давай Ничего Не сделать Завладеет Приготовившись В Греции Сплошной В совести Миссионерские Никто слушать Не хотел Ну интернета Не было Я говорил Усно Там писал Одна у меня Только один раз Я только натолкнулся На него И сразу Сказал Масон Это выкормыш Западный Японский И здесь Пятая колонна Разрушать Православие Изнутри Добрый вечер Игнать Тихонович У меня есть вопрос К вам Извините Пожалуйста Если я моим вопросом Оторву на секунду Вас От вашей работы В интернете Вопрос У меня такой Дорогой Игнать Тихонович Скажите мне пожалуйста Чем может быть опасна книга Под названием Библия Свидетелей Юговы По имени Перевода Нового мира Чем он может быть опасен Для читателей Исповедующих Православную Ортодоксальную веру Просто не хочу Дорогой Игнать Тихонович Маленькими вопросами К вам звонить На скайп И спрашивать у вас Я думаю Лучше будет вам задавать В писанном Вопросе Спасибо большое Заранее Если вы ответите мне Отвечаю Это никакой не перевод А дьявольская Подделка Под Святую Библию Уничтожь ее Вымой руки И освяти все Святой водой Считай только Синодальный перевод 1876 года Дмитрий Да вы что Дядя Игнатий Серьезно Блин Господи Помилуй Или он меня И Вот так Я ее считал Просто она Более была Понятливая Как-то на современном Языке Русском Спасибо вам Большое Дядя Игнать И что вы Мне открыли глаза Если я ее выброшу Мусор Будет нормально Не выброси А сжечь Потому что там Есть имя Господне Встречается Дорогой Игнать 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 Еще есть одна Библия И мне ее привезли Из Москвы Называется Библия Современный Русский перевод Если вы хотите Я вам фотографии Пошлю первые страницы Посмотрите Пожалуйста Это для меня важно Чтобы я ее В заблуждение Не попал Стоит ли мне Эту книгу Тоже читать Я вас прошу Пожалуйста Если вас не затруднит Пожалуйста Посмотрите И скажите Мне ее перевели В России Из России Привезли А не перевели Зная переводы Эти Не стоит Считай только Синодальный перевод Изданный по благословению Синода И православных Патриархов Ежедневно Ну и все И он тогда Давай мне прислал Кур Ну я все читал Знаю У меня Это новый перевод Или там Всемирный перевод Яговистов Вот он Лежит на полке Ну мне это необходимо Показать Я говорю Ежедневно Удаляя из своего Почтового ящика В корзину Много писем И роликов Но одно Только одно Письмо Оставляю постоянно Его прислал Отец Наум Борщуков Это мой крестник Еврей Снимки Иерусалима Щетки По 164 Плейлистам Сотни фото Просто превосходно Незачем И ехать туда Тут видно Все и даже лучше Вот как называется Пользователь Кто это составил Эдуард Бляхер Вот здесь Весь Иерусалим И вот дальше Зарядите Вот это Перепечатайте Вот Иерусалим Вот это вот Что я показываю Не пожалеете Ну как-то Снять видимо надо А может и вот это Впереди Что Какой-то Ксенон заходит Здравствуйте Игнать Тихонович Меня зовут Иван Губин Православный А почему Ксенон Не знаю Если вы позволите Я сохраню Ваш контакт Так как Имею множество Вопросов Но к сожалению Не имею камеры В данный момент Знаю ваши требования К беседе Поэтому надеюсь Как даст Бог Возможность Поговорить с вами Используя камеру Отвечаю Поторопитесь А иначе разговор Откладывается До 10 октября Вам 3-4 дня даю Дано Иван теперь Благодарю вас за ответ Но к сожалению Из-за моих финансовых Трудностей В ближайшие полгода Год Вопрос о свепкамере Не разрешим совершенно Если у вас будет возможность Я некоторые вопросы Короткие и простые Напишу в форуме Очень надеюсь Что в скором времени Наше общение Все же состоится Вы для меня Просто потрясающие Мудрости И опыты Человек Спасибо вам За ваш труд Во славу Нашего создателя Иван Глубин Ну где-то К Сенон Может даже Не близко Он Как говорят Зазомбировал я его Эти мои Недруги Как назову Патриархийные Из миссионерских Этих Скопиш своих Собираются Там Вот сами подумайте Какие люди Дают отзывы Тут один зашел Ты старый Дурак Пишешь там Это пар шершней Вот шершней Выжигаем Я там выстоял Уже Показываю Как с ними борются Во всем мире И как опасно Они нашли Больше ничего не понимают Каждый день Ругательства идут Ну Ну что Я Если даже Выкину А толку-то Какого Никакого нет Они Лезут и лезут Ну не знаю Имеет ли связь Это С миссионерскими отделами Не знаю Ну однако Вот так вот И далее Вот у нас У меня Мой мир Кто хочет Что-то писать Лучше Мне удобнее Всего здесь И леплять Фотографии Мой мир Вот Есть еще Контрольные У меня Там я с голубем Вот именно в шапке Вот такой Простой Здесь Видимо У нас 3460 А всего У меня 4700 Роликов На Видеоканале Ну вот сюда Заходите Видите Каждый день Выставляется Жития святых Нашелся Добрый человек Их отдельно делает И очень Интересно Ну Жития святых 1173 Откуда у меня Столько материалов Берется Ну сейчас Обновлю страницу Посмотрим Что тут еще Появилось Вот Святая мученица Так Василиска Вот Сегодня выставилась Еще что Занятия в Потеряевке Мы их 123 занятия С Никитушкой Все это Насчитали Но они оказались далеко Новые Их выдавливают далеко И они не отображаются На нашем Видеоканале Но сюда Они переносятся Вот они здесь Каждый день Так что Можете здесь Смотреть Еще что И тут Два ролика С Андрусенко Мы беседовали Вот один Ага Один Почему-то один Вышел Я ставил два Ответы 51 Это ответы На Вопросы Которые мне в университете Задавали Мы тоже насчитали Я теперь их выставляю Но они выдавлены Далеко Далеко от края Прямо далеко И они не отображаются На видеоканале Я их сюда Переношу Это Тоже ответов Сколько 4 тысячи Как у меня материал Это много Вот Да это уже Вчера были Житие Святого Царя Константина И святой матери Его и Лены Ну и дальше Дальше у нас Форум наш София Гуковская Неизвестно откуда Добрый день Мне очень нужна Ваша помощь Я бы хотел спросить У вас совета Дело в том Что я очень хочу Убедить свою мамочку В том Чтобы она первый раз Пошла на исповедь А ей 40 лет Но мама утверждает Что она не совершала Никаких таких грехов Чтобы идти на исповедь Я даже не знаю Как мне быть с этим А когда был Великий пост Один раз Мама мне Сказала Что завтра Ты не пойдешь В церковь Дашь ты нам Выспаться У меня был Камень на сердце А когда утром Я проснулась Услышав Звон колоколов Заплакала Душой Рвалась В церковь Но сама В тот момент Дойти Не могла Физически Я хочу помочь В этом Не только маме Но и другим Моим родным Тем Кого я всем сердцем Люблю Прошу Помогите мне Пожалуйста Хранит вас Господь А чем же я помогу Тебе Софьюшка Только одним Помолиться Да призовет их Господь Умница Считай Святую Библию Святое Евангелие Чтобы и храм Посещение Все было на месте А маме молись Ей не на исповедь Надо идти Уверовать На исповедь Не надо гнать людей Особенно К причастию Это смертельно Опасно Многие больные Немало умирают Вот Мама не пускает Хорошее отношение Поддерживает Проси ее И она тебя Будет отпускать Вот Что-то тут Мигает Опять зашел Так Что еще тут Леонид Ткач Брат Игнатий Благодарю вас Объясню вам Почему я так написал Про колесницу Израиля Вы искренне Печетесь О проповеди В народе Божьем О чем я видел В ваших роликах И мне вспомнились Слова священного Из писания Про колесницу Видите как Объясняет И тут вот Кто-то зашел Очень мелко Считать Я боюсь Что не прочитаю Иван Губин Ага Ну Здравствуйте Игнатий Лапкин Разрешите Задать вам Несколько вопросов За что Так сильно Был проклят Хам Ноем И не только Хам Но и дети Его Вплоть до Сегодняшнего дня А ведь это уже Сотни наверное Поколений Можно ли сказать Что проклятие наложил И сам Бог Ведь Ной не был Богом И не имел такой силы В себе страшной А если так Как мог Бог Оправдать Ноя В таком состоянии И способствовать Наказанию сына Ведь он был пьян Нечист И стало ли это Место оправданием Сегодняшнего греха Когда родители Пользуясь Старшинством И безнаказываются Зачастую Теряя разум Проклинают И прогоняют Собственных детей Частично опираясь И на этот пример И на пятую Заповедь Я не понимаю Как вообще Можно проклинать детей Ведь есть же Прекрасный пример С блудным сыном А также другой пример Когда апостолы Прямо говорят Да нужно Чтить родителей Но и вы Отцы не раздражайте То есть Упрекайте детей ваших Разве преступление Человечество Против детей Не говорит Да нужно Чтить родителей Так Не послужило Одной из главных причин Всемирного потопа А Содом и Гоморра Про хама Очень мало говорится В Библии Но я все так И не могу понять Как Бог послушал Пусть избранного Но пьяного человека В гневе И почему Ведь наверняка Иной Позже Раскаялся И хам Я думаю Просили прощения И не было Смягчения никакого Ведь Христос Когда к нему Не пускали детей Строго заметил Что будет с каждым Кто обидит Одного из малых сих Но и на этом Странности не закончились То что Сим Был лучшим сыном Ноем Не понятно А вот что значит Фраза Что Иопет И его дети Будут жить в шатрах Сима Вот Получается Симу Была дарована Благодать Народ В котором Явится Христос Но Иопет Был все же Более любим Или здесь Предсказание Что Христос Придет К евреям Но в его церкви Будут потомки Иопета То есть русские Православные Ведь именно Его дети В частности Магог Были нашими предками Были нашими предками Благодать Как-то прокомментировать А что комментировать Там комментировать Нечто Там все понятно Незаконно Взять Ну вот он Свое дело делает Я ничего не нахожу Тут никакого вопроса И меня он Никак не касается Мы вам абсолютно правильно Здесь все объяснили Ну и как будто Больше нету Сейчас надо еще посмотреть Вот он как Выглядит Наш Православный форум Видите как Нету больше И видеоканал Вот наш канал Сколько здесь есть Если здесь вот Нажать главное Главное С левой стороны То тогда пойдут Вот эти вот жития Вот они жития Третья шерсть Если то Почему непонятно Руна апостольная Вот это уже Я же открыл его Ага Вот она Другой василиск Ну а здесь все понятно Наш видеоканал Очень удобно составлен Искать легко И вообще форум Ну я сколько знаю Разный форум Ну или искать Очень легко у нас Именно у нас Вот опять зашел Это Дмитрий Что то не имется Ему Дорогой Илья Игнатий Тихонович Может все же К вам Позвонить на скайп У меня Три книги Сейчас на столе Первая книга Библия Настоящая церковная Вторая книга Библия Свидетель Иегов Под названием Перевод на номер Третья книга Библия Современный русский перевод Дорогой Игнатий Тихонович Я думаю Что мой звонок Будет полезен Узнать правду Условия Бога И где оно истина В какой книге Точное изложение О святом Господе Боге нашем Вот Мы больше не разговариваем Пока Дмитрий Почти не разговариваем Этого довольно Что я вам ответил У нас было Мы с вами разговаривали Возникли затруднения Вы стали просить Удалить ролик Хотя дали согласие Я насторожился Поэтому На беседу с вами Иду очень Очень осторожно А это Чтобы После того Как человек так вел Больше Как правило С ним уже не выхожу Никогда Я вам много посвятил Времени ответил И у меня На это время Больше нету Чтобы объяснять Я все объяснил вам Что тут еще Непонятно Полезно Полезно Я вас не отрываю От драгоценной Вашей работе Очень сильно отрываете Больше не пишите Дорогой Игнать Тихонович Что вы скажете Возможно разговор У нас с вами По поводу Библии Невозможен Никому Я все ответил Зря больше Не досаждай мне Вот Ну и кроме того Как всегда Нужно показать Наше Неоценимое сокровище Самое Самое главное Это сайт Это склады 50 книг Только аудио Начитанных Здесь все мои Тысячи проповедей Тысячи Тысячи ответов Тысячи Вот Книги все здесь И неизданные книги И про лагерь Все абсолютно здесь Так что Милости просим На наше Сокровище Тут беседы Никакой Нет Переписка Возможно Только В моем Мире Вот Вот Занятие Потеряевки Вышло Занятие Потеряевки Я говорил Не было А вот она Сейчас только вышла Сейчас я обновлю Покажу Как Наталья Филатова Ее увидела Вот так События Дня Занятие Потеряевки Вот она Вышла Ну хорошо Нет еще Второго С Андрусенко Второй беседы На этом все Поэтому Кто желает Есть желание Очень Такое Что побеседовать Только в эти дни Потому что Десятого В пятницу Утром Рано Я выезжаю До 10 октября И поэтому Мои Вот эти События Дня Они будут Выходить С запозданием Примерно 10 дней Это у Джека Лондона Есть такой Он газеты Считал Говорит Годовой давности Ну когда привезут А уже год прошел И он Не считал Все равно газеты Поэтому здесь Я не могу Нет связи Заказчика Невозможна В Потеряевке Я все это Буду собирать Сколько могу Конечно У меня Опасность была Та что Потеряю Вообще Многих Ну Как есть Вот я тут Выставил Димитрия Эти недруги Они могут Нападать Заливать Ну что Сделаешь Заливать Из под грязи Хоть палец Высунь оттуда Господь Господь допускает И для чего Тоже надо Знать Время Время Обложиться Врагами Время Друзьями Я могу Дальше Продолжить Время Отвещать Вам Каждый День По скайпу И время Не отвечать Богу Нашему Слава Слава Слава